Добрый день! В этом видео поговорим о ежедневно употребляемом нами продукте, о соли, о ее пользе и вреде для организма. В древности соль ценилась на вес золота. Была очень дорогой, так как ее добыча была очень трудоемкой. Но после выхода книги Пола Брегга «Шокирующая правда о воде и соли», соль окрестили «белой смертью». И в последние десятилетия упорно ведутся споры между сторонниками соли и ее противниками. Значение соли для организма очень велико. Без соли человек обходиться не может, так как именно поваренная соль, основу которой составляет хлорид натрия, восстанавливает нарушенный обмен веществ и кислотно-щелочной баланс в организме, поддерживает оптимальный уровень жидкости, в том числе и объем крови, препятствуя обезвоживанию организма, участвует в нервной регуляторной деятельности. Мышцы человека просто не могут выполнять без него свою основную функцию. При потреблении соли менее 0,5 грамм в сутки наблюдаются потеря аппетита, вкуса пищи, желудочные спазмы, тошнота, повышенный метеоризм, снижение артериального давления, повышенная утомляемость, головокружение, мышечная слабость, вплоть до появления судорог, ухудшение памяти и снижение иммунитета, а также ухудшение состояния кожи и волос. Однако при избыточном потреблении соли происходит задержка жидкости в организме, что приводит к отекам лица и ног, снижению работы почек, повышению артериального, внутричерепного и внутриглазного давления, повышению возбудимости нервной системы, снижению плотности костей, делая их хрупкими, что может привести к остеопорозу. По данным Всемирной организации здравоохранения, в день можно съедать без вреда для здоровья примерно 2-3 грамма соли, это меньше чайной ложки. Но современный человек в среднем в сутки потребляет примерно 12 грамм соли. Существует много разных видов соли, например, поваренная соль, морская, каменная, иодированная соль, розовая, гималайская и многие другие. Какую же соль выбрать? Морская соль – один из наиболее полезных видов. Ее получают выпариванием морской воды, обладающей богатым набором минералов. Кроме хлорида натрия, в ней имеются соли калия, кальция, магния, брома, а еще она богата йодом и имеет в своем составе около 50 других микроэлементов, необходимых нашему организму. Причем лучше выбирать неочищенную морскую соль, так как микроэлементов в ней будет больше. Каменная соль по существу – это та же морская, только не современных, а древних морей, существующая в отложениях. Она имеет более мягкий вкус, подходит для приготовления первых и вторых блюд. Поваренная соль производится из каменной путем ее выпаривания. Гораздо менее полезна для организма, поскольку в процессе выпаривания все полезные микроэлементы из нее удаляются. К сожалению, также обладает способностью задерживать воду в организме, поэтому затрудняет похудение. Соль поваренная экстра – это очищенная соль, не содержащая практически ничего, кроме хлорида натрия. Все полезные дополнительно микроэлементы уничтожаются в результате выпаривания воды из нее при последующей очистке содой. Именно эту соль все чаще всего применяют при приготовлении пищи. Она имеет более резкий вкус и наиболее соленая. Эта соль способствует задержке жидкости в организме. Соль первого и второго сорта содержит больше примесей микроэлементов. Такая соль более полезна. Иодированную соль получают искусственным добавлением йодистого калия в чистую поваренную соль. Рекомендуется при болезнях щитовидной железы гипотериозом, но она запрещена людям с гипотериозом. Имеет ограниченный срок хранения и не подходит для соления или маринования овощей. При ее применении овощи размягчаются. Срок хранения такой соли обычно не более 9 месяцев. Розовая соль содержит около 84 макро- и микроэлементов и является чрезвычайно полезной. Лечение поваренной солью. При неукротимой рвоте, токсикозе, нужно растворить 1 чайную ложку поваренной соли без горки в 0,5 литров кипяченой воды. Пить по 1 столовой ложке прохладного раствора через каждые 5 минут. При пищевом отравлении. Растворить 2 столовых ложки поваренной соли в 1 литре теплой кипяченой воды и дать пострадавшему выпить 2-3 стакана этого раствора. Как правило, после второго стакана начнутся позывы на рвоту, а после третьего содержимое желудка будет извергнуто без труда. При диареи. 2 чайных ложки соли растворить в 100 мл воды. Сделать 2 глотка этого раствора, повторить через 2 часа. При парадонтозе. Обмакнуть влажную зубную щетку в мелкую соль и чистить ею зубы каждое утро. При першении в горле, при простуде и танзелите. Растворить 1 чайную ложку соли в 1 стакане теплой кипяченой воды. Прополоскать горло несколько раз в день. Чем чаще, тем лучше. Можно добавить 1-2 капли йода. При грибке ногтей ног и ступней ног. Растворить 1 чайную ложку соли в 1 стакане воды. Пропитать этим раствором марлю, укутать ступни ног и больные ногти. Держать до полного высыхания марли. Можно сделать на ночь. Процедуру делать ежедневно. Лечение длительное. При нагноении около ногтя, пальца руки или ноги. Развести 2 столовых ложки поваренной соли в 1 стакане горячей воды. Опустить палец в горячий раствор, держать 20-25 минут. Процедуру делать 2 раза в день. Лечение морской соли. При вегетососудистой дистонии, бессоннице, неврастении проводить обтирание прохладной водой с растворенной в ней морской солью. Из расчета 3 столовых ложки морской соли на 1 литр воды. Ванны с морской солью полезны при снижении иммунитета, при нарушении обмена веществ, при болезнях суставов и позвоночника, ревматизме, артритах, артрозах, остеохондрозе и подагре, а также при целлюлите и кожных заболеваниях, таких как псориаз, сиборея, нейродермит, экзема, диатез. Также такие ванны полезны при повышенной нервозности, при бессоннице, стрессах и атеросклерозе. Перед принятием ванны с морской солью обязательно вымойтесь с мылом. Затем наберите ванну теплой воды 35-37 градусов и всыпьте в нее морскую соль. Для расслабляющей и косметической ванны достаточно 300 грамм соли. Для лечебных ванн концентрацию нужно повысить от 500 до 800 грамм соли. После принятия ванн не ополаскивайтесь чистой водой и не растирайте тело, а просто промокните кожу полотенцем, так как полезные вещества морской соли еще будут продолжать свою работу в течение двух часов. Ванны с морской солью противопоказаны при доброкачественных и злокачественных опухолях, гипертонии второй и третьей степени, при аритмии, тахикардии, кожных заболеваниях грибкового и гнойного характера, при обострении инфекционных и других заболеваний, а также при беременности. Для укрепления ногтей необходимо растворить 2 столовых ложки морской соли в 0,5 литра, теплой воды, делать ванночки для кончиков пальцев по 15-20 минут через день. Маска из морской соли для ускорения роста волос. 1 чайную ложку морской соли растворить в 2 столовых ложках воды, затем добавить 0,5 стакана подогретого кефира и 1 взбитый яичный желток. Смесь аккуратно нанести на волосы и втереть в кожу головы, затем обернуть голову полотенцем. Держать полчаса, смывать теплой водой. Использование соли для похудения При бессолевых диетах сбросить вес можно достаточно быстро, за счет уменьшения количества воды в организме. Но при таком радикальном методе, помимо воды, из организма выходят и жизненно важные элементы, в том числе натрий, хлор, калий и магний, что может привести к дефициту полезных микроэлементов, со всеми вытекающими неприятностями нарушения обмена веществ. При таких диетах вес уходит ненадолго, так как жидкость в органах и тканях быстро восстанавливается. Но надо также знать, что чрезмерно соленые закуски возбуждают аппетит, а отсюда переедание, приводящее к лишнему весу. Неприятная нагрузка на весь организм, в первую очередь на сердечно-сосудистую систему и на опорно-двигательный аппарат. Давно уже замечено, что после соленых блюд нас тянет на жирное и сладкое. Вообще перейти от щедро посоленной пищи к малосоленой непросто, по причине пресности еды. Но если вы все же решили снизить потребление соли, то нужно либо постепенно ограничивать себя в соли, с каждым днем уменьшая ее количество, либо уменьшить количество соли сразу. А для снятия пресности блюд можно идти на небольшую хитрость, заменять другими специями, пользоваться в приготовлении лимоном, цедрой, куркумой и различными видами овощей. Если готовить блюдо совсем без соли, а присаливать еду за столом, в организм поступит соли гораздо меньше, так как соль попадает непосредственно на вкусовые рецепторы, создавая впечатление, что еда гораздо соленее, чем на самом деле. Таким образом, для соли, как и для многих других продуктов и полезных веществ, есть золотое правило – все хорошо в меру, тогда польза от соли будет вам гарантирована. Будьте здоровы! Если информация была для вас полезной, ставьте лайки, делитесь с друзьями, оставляйте свои комментарии под видео. А чтобы не пропустить наши новые видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. До встречи в следующих видео!